Добрый день, мои дорогие друзья, с вами Некит, и мы продолжаем играть в GameDevTikon, наша упоротая компания, готова к созданию новых игр. Так, Негр, пришло проведать тебя, а то давно не проведывали, одну серию всего сняли. Так, слушайте, а иди мой пол до сих пор продаётся, я уже, если честно, забыл, забросили мы как-то GameDevTikon, перешли на тему Майнкрафт, давно забытый, и опять тоже забросили GameDevTikon. Сейчас опять возвращаемся к нему. Так, GameDevTikon, мне кажется, в скором времени снимут с продаж, поэтому пришло время создавать новую игру. Да, вот только что её сняли с продаж, поэтому пока на рынке никаких игр от нашей продукции нет, то есть от нашей компании. Поэтому пришло время создать новую игру, потому что денюжек немного, и сейчас Негр будет по 8к жрать у нас. Так, тема, давайте, средневековье. Давайте, жанр, приключения средневековья. Так, платформа. А, вот Тесс вышла. Капец, дорогая она, конечно. Не, давайте тогда на G264. Потому что сейчас доля рынка, и то на втором месте она. Так, средневековье, как же мы назовём-то игру? Так, пират Бен. А, нет, это же не пират, это вот средневековье. Так. Так, я придумал название. Давайте крестьяне атакуют. Пусть так будет, крестьяне атакуют. Нет. Нет. Потому что в Древней России, вдалёка, восстания часто возникали, потому что там зависимость, во-первых, была. Во-вторых, переход от хозяина к другому хозяю. То запрещали, то не запрещали, поэтому вот как раз нормально. Так, 2D график пока сойдёт. Кстати, надо будет задумываться о создании своего движка. Ага, с Е8! Так, давайте движок немножко повыше. Да, пусть так будет, достаточно хорошо. Он опять немножко подлагивает. Ну, в принципе, это не так уж и заметно. Так, интеллект. Давайте диалоги поменьше пусть будут, а интеллект побольше. Да. Пусть враги будут поумнее. Так, ну ты давай, делай что-нибудь, а. Чё так? Давай нормально, чтобы до рекорда. Так, звук. Давайте графику пониже немножко. Звук повыше. Вот так. Пусть там у зонечка всё будет. А, в долги влезли быстрее. Вот, вот. Плохо, да? Когда игру создаёшь, а на рынке пока никакой твоей игры нету. То есть затраты большие. Поэтому надо сейчас сразу новую игру создавать. Потому что пока будем контракты всё выполнять, опять будут сниматься продаж. Ксуша, а Нигра-то молодец, новый рекорд. Отлично. Хоть поработал. Так, давайте быстрее. Так, выпускаем игру. Посмотрим оценки. Так, предупреждение у вас отрицательный баланс на счету. Как постоянным клиентам, ваш банк погостил задолженность до 50к. Не забудьте... Но будьте осторожны, если ваш баланс упадёт до 50... Минус 50к. Вы обанкротитесь. А если обанкротитесь, значит игра закончится автоматически. Так, отзывы об игре. Появились первые отзывы о нашей недавно выпущенной игре. Крестьяне атакуют. Так, значит сейчас быстро игры создаём. Потому что проблема у нас сейчас с деньгами. Так, терпит мелкую неудачу. Пятёрочка нормально. Так, четвёрочка ок, пойдёт. Значит, в принципе игра будет не такая уж и плохая. Пятёрочка есть свои моменты, значит неплохо. Так, ну что, Альт Геймс поставить нам. Скучно? Ах, Вау Геймс, зря я вас хвалил. Ладно, пойдёт. Быстро сделаем... Нет, давайте найдём работу по контракту немножечко. Так, то что наш негр справится. Чё-то здесь ничего такого нету. Я плохо надеюсь на своего негра. Он ещё не такой мастер. Так, игровая история. Сколько мы затратились? Так, стоимость 46к. 54к. Слушайте, а игра даже дешевле... В принципе нормально вышла. Недорого и недёшево. Так, давайте быстренько исследуем новую тематику. Давайте... Фэнтези, во. Сейчас как раз насчёт фэнтези жанр создадим. Игру. Или не жанр, а как там. Не помню уже. Слушайте, а хорошо? Сигнал. Сигнал, сигнал. Отменим. Так, это значит, что пришло время принять дозу. Так, хорошо. А, чёрт. А, хорошо. Э, ребят, не подумайте, что я наркобам. Просто насморк немножко приболел. Хорошо, пошло. Теперь насморка нет, а то что-то в нос говорю. Блин, вся клавиатура теперь мокрая. Всё-таки какой-то спрей, я не знаю. Морская вода. Так. Рекорд продаж. Крестья не атакует. Добился рекордных продаж. Компания с более чем 10к проданных копий. Это является важным этапом в истории упоротой компании. Слушайте, а хорошо? Реально она спасла наше положение трудное. Новые новости индустрии. Недавно выпущена игровая консоль TES от NINVENTO оказалась была большим успехом. Число продаж, безусловно, превысили ожидания. А это значит, что надо создавать на TES. Как говорит один из клиентов, я люблю игры, которые идут с TES. Игра на контроллере приносит гораздо больше удовольствия, чем на клавиатуре. Хорошо. Деньги появятся, обязательно создадим что-нибудь. Так, давайте быстрее новенькую игру создадим. Так, как я говорил, по новому жанру. Или как, по тематике. Да, по тематике. Так. Так, фэнтези. Пусть будет боевик. Так, фэнтези. А фэнтези, я даже не знаю, что такое фэнтези. Типа фантастическое что-то? Так. Давайте при... Нет, уже крестьяне были. Тогда... Вот так. Вот, не, пусть так... Да, да, да. Да, пусть так будет. Прищельцы. Нормально. Так, платформа давайте опять на G24. В принципе, она принесла достаточно большой нам доход. А-а-а-а! Прищельцы атакуют. Так, история-то, конечно же, выше. Теперь геймплей повыше и движок пониже. Вот так. Пойдет. Так, негр. Работай усердно, денежки появились. Но смотри, репу не чеши. А то сейчас, вон, снимут уже с продаж. Так. Диалоги повыше. Ну, пусть так будет, да, останется. Так, игра снята с продаж. Крестьяне атакуют. Снято с продаж. Было продано 11385 копий. Общий доход 79К. Почти 80. То есть игра достаточно хорошо повлияла на нас. Она помогла, естественно, нам с трудным положением. И достаточно большой успех. То есть у нас было к концу первой серии, по-моему, где-то около 20 фанатов. А теперь у нас почти соточка уже. У меня даже подписчиков на канале-то и то меньше. Не, я, конечно, буду на эту цифру надеяться в ближайшее время. У нас, кстати, сейчас скоро 50К. Я вот думаю, какое-нибудь видео 50К выпустить. Не, рассказывать ничего не буду. Секрет. Я уже, в принципе, подумал, что делать буду. Так, завершаем быстрый игру, потому что сейчас никакой игры у нас нет. И деньги 118? Отлично. Или я что-то недопонял? По-моему, было уже 13К. Чё за фигня? Так, отзывы об игре. Появились первые отзывы о нашей недавнообычной игре. А-а-а, пришельцы! Слышь! А, нормально. Ни рыб, ни мясо. Скучно. Ок. Ну, в принципе, как крестьян, только пониже. Нормально, пойдёт. Так, давайте игровую историю. Сколько мы выручили за игру? Так, смотрите. Прибыль 33К, да? Доход 79. Так, в принципе, так же. Такая же стоимость игры. Так, исследования появились. Так, напоминаем о движке. Не забывайте создавать собственные игровые движки. Это здорово улучшит качество ваших игр. Вы сможете создавать свой собственный движок, кликнув в любое место и выбрав меню пункт. Создать собственный движок. Как только изучите его в окне исследования. Хорошо, надо исследовать создание нового движка. Как раз мы можем это сделать. Давай, исследуй. Движок нужен. Так, отчёты индустрии. Недавно исследования предполагают, что увеличивающееся разнообразие игровых устройств сосредоточить свои игры на определённых возрастных группах, чтобы действительно оказать влияние. Хорошо, я понял, что вы хотите мне донести. Так, доступно новое исследование. Целевая аудитория. Так, целевая аудитория. А, ну, вот то, что мы не говорили сейчас. Так, а фанаты возрастают. И это очень хорошо. Так, исследование завершено. Вы успешно исследовали свой игровой движок. Хорошо. Теперь вы можете создавать свои собственные игровые движки. Так, для начала закройте это сообщение, кликните где угодно, чтобы вызвать меню действия. Хорошо. Новое исследование. Game Patrol. Не, ну, пока движок свой создавать не будем, я пока не думал насчёт этого. Так, работаю по контракту. Есть у нас что-нибудь? Всё тоже. Давайте создадим пока новую игру. А потом уже задумаемся над созданием своего движка. Так, тематика выберем. Спорт. Жанна. Симулятор. Интересно, а у нас был спортивный Стив? Пусть будет спортивный Стив. Я не знаю, был, нет? Да, вот, отлично. Так, платформа. Ну, G, конечно. Деньги пока есть. А, чёрт. Блин, это морская вода на коже-то как плохо влияет. Ой, раздражение какое-то вообще. Так, ну здесь история не нужна. Здесь нужен движок и геймплей. История пусть будет на заднем плане. Новости индустрии. После массового успеха консоли Тест теперь есть слухи, что Вена... Вена, что-то знакомое. Видно, они поменяли что-то. Так, Нинвента, может быть? Не помню. Так, другая японская компания планирует выпустить свою игровую консоль самостоятельно. Вена. Чё, знакомая Вена? Эй, не помню это. Так. Интеллект, диалоги пониже, дизайнуров не повыше. А хорошо продаётся достаточно. Первый день прям вообще как высоко. У нас даже 55к и почти 200 фанатов. Вообще нормально. То есть пока насчёт денег заморачиваться не стоит. Но тоже надо следить. А то сейчас дадим ему расслабиться. А он как почешет репу и минус 100к снимет. Так. Здесь оставим то же самое. Так же оставим. Так, игра снята с продажи. А, пришельцы сняты с продажи. Было продано 16 тысяч. 14 копий и общий доход 112к. То есть достаточно больше. Там было 86к. А сейчас 112. Отлично. Мне это нравится. Молодец, постарался. Видно, не зря тебя ругал. И как раз игра снята. И всё. И мы, и мы, и мы выпускаем новую. Так, новости индустрии. Сегодня Вен подтвердил недавние слухи о новой игровой консоли. И анонсировал Мастер Ви. Компания утверждает, что Мастер Ви технически превосходит успешную консоль Тест Инвенты. И планирует выпустить её в ближайшие месяцы. Посмотрим, посмотрим. Нечего говорить. Больше делать. Ладно. Так, слушай, а ты ещё молодец, стараешься. Нормально, пойдёт. Я думаю. Так, чё у нас? Так, 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 так. Нормально. Так, есть упечный доход. Так, 40 ка у нас пока. Так, отзывы об игре. Появились первые отзывы о нашей недавно выпущенной игре спортивности. Так, ну пятёрочка нормально, нормально. Пока для нас в пятёрочках стабильная оценка. Шестёрочка нормально, может же было и лучше. Значит, игра будет достаточно хорошей. Спорт и симулятор отличное сочетание. Я тоже с вами согласен. Я считаю, что спорт и симулятор отличное сочетание. Изворотливо, но хорошо. Даже оценки хорошие. Почти все шестёрки. Значит, отличная игра будет. Так, игровая история. Сколько мы выручили за прошлую игру? Тоже 46 ка. То есть мы держимся на стабильной оценке стабильной стоимости 50 ка где-то. Так, прибыль 66 ка. А здесь почти в два раза. Так. Нормально, нормально. Так, ну что, игра хорошо идёт. 120 ка, давайте найдём работу по контракту. Хотя нет, давайте лучше исследуем. Мы же говорили, что новый движок. Так, целевая аудитория, геймпад. Давайте сделаем вот так. Сделаем целевую аудиторию и руль. И всё, и создадим новый движок. Пусть будет два, и всё, больше ничего не будет. На первое время, я думаю, этого достаточно. 300 фанатов уже, и деньги появились. Сейчас, если будет 500 ка, мы переедем из этого старого сарая. Так, исследование завершено. Вы успешно исследовали целевую аудиторию. Ну, как сарай, гараж. Это небось холодно уже, негру. Так, и руль. Всё. А исследований-то у нас мало. Так, сегодня была выпущена новая игровая платформа Master V от Вена. Хорошо. Не, мы пока это не будем ничего. Покупать нечего, тратить попросту. Конечно, да, там доля рынка, но всё равно. Мы и так стабильно держимся. Исследование завершено. Вы успешно исследовали руль. Хорошо. Так, вы только что исследовали вашу первую часть движка. Чтобы использовать это в играх, вы должны сначала создать новый движок, который будет содержать эту часть в своей коде. Что-то я не дочитал. Игра снята с продажи. Спортивный Стив снята с продажи. Был продан на 17944 копии. То есть, почти 18 тысяч. Общий доход 125к. Хорошо. Отлично. Создаём быстренько новую игру. А насчёт движка, я думаю, попозже. Так, создать новую игру. Так, теперь вы можете выбрать, на какой аудитории вы ориентируете свои игры. Игры могут быть направлены на детей, на всех, или же на более взрослой аудитории. Давайте сделаем на всех. То есть, средний. Выбор правильной целевой аудитории для вашей игры очень важен. Платформа для игры также может сыграть роль. Некоторые платформы особенно популярны среди определённой аудитории. Ну, хорошо, я понял вас. Спасибо большое за советы. Так, сначала давайте подумаем насчёт тематики. Так, тематику надо было новую, конечно, исследовать. Пока ничего нового нет. Давайте гонки. Жанр. Симулятор. Симулятор у нас хорошо пошёл. Поэтому. Так, давайте. Чего? Больше ничего не придумал. Пока так пусть будет. Так. А, ничего себе. Не, так же будем наджечь. 64 выпускать. А пока-то вообще как вниз опустился-то. Так. Ну, история повыше, типа как нет, воспит. Движок пусть будет выше. Вот так. Пусть противники будут умные. Так. Новости индустрии. Недавно выпущенная игровая консоль Master V от компании VEDA вспыхнула. Рынок. Во всём мире эксперты по промышленности говорят, что консоль не очень хорошо продалась в Северной Америке. Но, что будет процветать в других частях мира. Интересно, а у нас-то была? Ну, не у всех, конечно, но, наверное, была. Так, здесь всё так же оставим. Блин, надо было диалоги повыше сделать. О, чёрт. Ну, ладно, ладно, посмотрим, как будет. Так. Не, давайте звуки повыше, пусть музон будет нормальный. Вот, вот так. Пойдёт. А денюжки потихонечку тратятся. Почти 250 фанатов нормально. Так. Чё-то слабоват, слышь. У тебя в прошлый раз 16 было. Давай чё-нибудь делай, а. Он пойдёт. 13 и 13. Конечно, не рекорд, но пойдёт. Итак, деньги кончились почти. По крайней мере, в долги не влезли. Там влезли и сразу вышли из них. Так, отзывы об игре. Появились первые отзывы о нашей недавно выпущенной игре. Гоняем на тазах. Что поставите, дорогие люди? Гонки симулятора отличное сочетание. Полностью с вами согласен. Терпит мелкую неудачу. Пойдёт. Окей. Есть свои моменты. Ну и хорошо, что есть моменты. Значит, играй. Так. Как пошёл? Давайте исследуем быстренько что-нибудь. Так. Новая тематика. Давайте. Авиа. Симулятор полёта на самолёте. Так. Доступно. Новое исследование. Казуальные игры. Так. Надо будет, кстати, в интернете посмотреть, что значит казуальные игры. А в следующей серии я расскажу вам, что будет казуальные игры. Что это такое? Так, негр, старайся, давай. Старайся, старайся, старайся. А я думаю, на этом исследовании мы и закончим. С вами был Некит. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если... И ставьте лайки, если вам понравилось видео. Я буду очень рад вашими лайками. Больше лайков, больше лайков. С вами был Некит. Всем удачи и всем пока. Мы будем обязательно снимать прохождение этой игры. Мне она очень понравилась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...